Такая вот китайская прибуда, полчаса поплавал. Вроде воды внутри нет. Открывается следующим образом. Вот так. Две застежки поднимаются, телефон вынимается, телефон абсолютно сухой и даже работает. Итак, попытка понырять с китайским герметичным мешочком. Поехали! И хотя для того, чтобы заснять этот ролик, я пришел на пляж рано утром, пока еще море не взбламучено, видите, что видимость все равно не очень. Смотрите, смотрим вокруг, проплывающий мимо пловец, совсем рядом проплывающий, и то виден немножко в дымке. Совсем недалеко от берега встречаем маленькую стаику маленьких черных рыбок по форме похожих на скалярий. А теперь я хочу включить пляж. Переднюю камеру на смартфоне. И попробовать поснимать ей под водой. И правда, изображение гораздо лучше получается. Может, этот китайский герметичный мешок влияет на качество съемки. Вот смотрите, что получается с передней камеры. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ныряю и пытаюсь снять дно с близкого расстояния. Смотрите, что сейчас получится. Вот качество и правда намного лучше. Даже рыбки видны. Но пейзаж по-прежнему серый. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так как на моем телефоне основных камер три штуки. Широкоугольные, сверхширокоугольные. И для макросъемки видно неправильно настроенными. Смартфон, да и камеры конфликтуют между собой. Из-за того, что они в мешке герметичном. Ничего толкового снять не получается основной камерой. Так что берите для подводной съемки более простые камеры. Без этой математической логики. Сами видели, когда я снимал фронтальной камерой, качество получалось намного лучше. Ну и вывод. Вроде ныряю в чистой воде, но все равно мучь. Никуда не денешься. И цвета, увы, не жизнерадочные. Наслаждение никакого не доставляет. Рассматривание серых камней, покрытых серо-зеленым, водорослями какими-то. В воде постоянная муть. Видите, сейчас придет человек, но вот эта вот взвесь, я не могу сказать вам органическая или неорганическая, изображение очень портит эту взвесь. Это она в глаза не бросается, при нереальности. Но если присмотреться, она видна. Вот видите, какие камни. Все-все разеленных водорослей. Ничего красивого. Но все равно для детей, конечно, интересно купить маску, трубку, пускай учатся нырять, тренируются, достают камешки со дна. Для детей это очень интересно. Чтобы получить какое-то эстетическое наслаждение, вы его не получите, ныряя в районе Адля. Живности особенно никакой нет. Крабов мало. Видно, распугали уже всех. Так что сами решайте. Стоит тащить маску с трубкой, чтобы увидеть вот такое. Или стоит. Лучше, наверное, просто плавать, греться на солнечке и смотреть на пляж. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok